Привет! Хотим показать вам правильную заточку напильником. Обращайте внимание на этот ряд зубов. Я уверен, что так не может сломаться от гвоздя или еще чего-нибудь. Видите вот этот зуб? Резко с ним. Мне кажется, на улицу надо выйти, Макс. Вот еще следующий зуб. Человек не хотел... Это слова, конечно, может поменять будут. Ну, то и ладно. Слова можно менять. Вот она, интересная заточка. Вот заточка. Смотрите, это все происходит напильником. Еще и от незнания. Все очень ужасно. Вот, смотрите, зуб. Ну, как так можно затачивать зубы? Это называется убей цепь, пойди купи новую. Вот видите, да? Какая видная филина. Вот он, зубчик, вообще бомба тоже. Это 35 градусов. Вот смотрите, все зубы. Я понимаю, когда человек ловит гвоздь, попадает и там, и там страдает. А здесь видно, что затачивали, как бы, вот, напильничком. И специально такое ощущение, что человек думал, что вот эту грань надо ставить побольше, чтобы она режет эту грань. Видите, все зубы такие. Все. А вот так вот выглядит заточка уже на станочке. Обратите внимание, разница. Блестит зуб. У каждого зубика будет одинаковый градус. Не важно, с какой стороны. Слева и справа. Обратите внимание, тут, вот тут, вот здесь, а вот 30 градусов. Как правильная заточка, зуб должен блестеть. Если вам дают зуб, на нем есть чернота, значит, тот, кто затачивал, передерживал металл, и он перегрелся, получается. Чернеет металл. Он должен, каждый зуб должен блестеть. Видите, как зубы блестят. Вот это правильная заточка на станочке. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok.